Всем привет, я Дима, и сегодня я расскажу вам и покажу игру My Thing Monster, или же по-русски Майл Пающий Монстр. А это совет для мальчика. Заваривайте чай, кофеек, коктейльчик, берите первые чайни-ужечки, чипончики, лимонадик, а мы начинаем. Так, первый шаг для самых начинающих. Я хочу вам рассказать о монстрах, то есть их все названия. Первый монстр для вас это Барабамень. Барабамень, да. Вот такой интересный монстр. Он стучит по голове и издает звук удара. Следующий это Мамонт. Ну да, только имена я же буду говорить. Мамонт, вот. Потом у вас появится полизатор. Полизатор. Дальше. Либо же Лягашка. Вот она, Лягашечка. Либо же Усталоз. Да, это Усталоз. Все остальные, это уже надо их скрещивать. Но об этом потом. Дальше у вас появится взаимозависимость от того, как вы прокачиваетесь. Ну, помню, насколько я помню, у вас, скорее всего, появится, наверное, брюшко. Да, брюшко. Это брюшко. Вот он, брюшко. Асьмедуб. Ударничек вот этот вот красный. Это зерномех. Он главный певец. Это дор... Смотрите. Вот эти вот, эти вот. Они называются. Дор, ре, ми, фа, соль, ля и си. Вот первое до. Деви. Дор, ре, ми, фа, соль, ля, си. Ре, ми, фа, соль, ля, си. Дальше у вас уже появятся интересные персонажи трехэлементные. Это раковица и тирокс. Также у вас появится удар, точнее, барабан. Нет, стоп. Дальше у вас появится марокостук. Да, его так зовут. Что ж, погнали теперь к другому правилу. Второму, второму. Итак, второе правило. Кристаллы лучше не использовать на, как бы, улучшение рекламы. То есть, ну, вот, смотрите, вот, допустим. Если я хочу что-то печь, например, вот, пироженки. Если я хочу посмотреть рекламу, я ее именно смотрю, а не покупаю за кристаллы. Сейчас посмотрим. Итак, вот я и посмотрел рекламу, и мне быстренько дали на 15 минут. Если вы это сделаете за кристаллы, это просто пустая трата времени. Так же, еще еда. Еду не надо экономить, а не расходовать по минимуму, а прямо ее закупаться дофигища, потому что вам нужно прокачивать монстров. Об этом тоже потом. Ну, и деньги. Деньги здесь все решают абсолютно. Прокачивать от прокачивания дома до покупания, купления островов. Островов здесь много на самом деле. И первое это остров растений. Погнали дальше валюта. Ключи. За ключи мы можем покупать только и только до реми и фасоли Си вот этих вот. За вот такие вот реликвии мы можем покупать... Сейчас скажу, каких монстров. Сейчас пройдет реклама. Скипает. Сего, сего. Итак. В общем, за вот эти вот реликвии, вот эти желтенькие, мы можем покупать очень интересных монстров. А именно это Тавкера и Паралосона. Паралосона. Паралосона, да. Вот. Паралосона. Они очень интересные. И они единственные в своем роде, как и Сахабуш. А об этом потом. И последняя валюта, это звездные очки. Их мы можем получать на острове кое-каком. Об этом опять же потом. И все. Пока другой валюты у вас и не будет. Погнали дальше. И так. Теперь я покажу вам, как прокачивать монстр. Для этого вам нужна еда. И сейчас я какого-нибудь первого уровня найду. Вот, например, первый уровень. Барабамень. Чтобы его прокачать и скрещивать об этом потом, вам нужно его кормить. Один, два, три, четыре. И так до четвертого уровня вам нужно сделать. Все. Четвертый уровень. И вот такой у нас он получается. Большой, согласитесь, да. И с помощью этого, если вы возьмете нескольких монстров. Да, реально. И четвертого уровня. И зайдете вот сюда. А это питомник. И положите этих монстров. То есть, например, вот барабамень. И этот мамонт. То у вас получится вот новый этот. Новый монстрик. Кстати, монстров реально тяжело выводить. И сейчас я вам это расскажу. Итак, смотрите. Чтобы вам вывести нового монстра, вам нужно двух крутых монстров. Самый лучший способ, как выводить монстров новых, вам нужно именно иметь хотя бы одного монстра более высшего уровня. Например, как в моем случае. Это мамонт восьмого уровня. И, например, бруско четвертого. Тогда у вас получится тот монстр, которого вы хотите. Вот, например, или же, например, мамонт четвертого уровня и этот, и бруско пятого уровня. И у вас получится тоже этот. Обязательно должна разница быть в уровне. Переходим к следующему. Итак, следующий факт для новичков. Да, это видео для новичков. Майсинг монстров. И это элементные монстры. Итак, смотрите. Зайдем, например, в магаз. Монстры. И смотрите. Один элемент. Два, три, четыре. Один, 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 один. Два. Тут элемента. Два, 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 два. Три, три. Три. Ой, забыл еще одного. Ведь монстра. Ой, забыл. Ребят, честно, простите. То, что я вспоминаю про середину ролика. Это смычерок. Вот. Ладно, что, давайте дальше. Продолжать. Короче, вы видите, что тут есть четырех элементные. То есть, смотрите. Это земля, камень, вода и снег. Из-за этого, чтобы получить вам четырех, этого, уровня, четырех элементного монстра, вам нужно либо же два двухэлементного, либо же один трех и один одного уровня. И тогда у вас получится крутой четырех, этот элементный монстр. Дальше факт. Следующий факт мой. Что, это интересный факт, я его узнал абсолютно почти недавно, два дня назад. Да. Итак. В общем, у монстров есть радость. Видите? Она не такая хорошая. Но, если мы посмотрим, давайте тут еще, тоже плохая радость. Но, у моего зерномеха тоже нет, извините. У осьмидуба тоже. Но, у полизатора-то нету? В смысле, нету-то? Где? Радость, блин. Вот. Смотрите. Ударничек. У него есть 25% радости. Видите? Вот он, крут, но счастливый. И чтобы нам посмотреть, что нужно для радости, да, кое-что нужно, зайдем в инфа и радость. Барабаминь. Вот такая фигня, шкура и... А вот это последнее, секрет на самом деле. И получится что-то интересное. И четырехэлементные, например, если заполнить до 100% радости, они вам приносят, приносить будут дофига монет. Следующий факт. Я вас научу покупать. Секунду. Короче. Извините, кое-что. Нам надо покупать задание. А именно это для вас. Это будет маленькая пекарня. Вот такая. Ну и также маленький рудник. Тоже крутая штука. Дальше. Смотрите, что вам нужно еще. Машина времени. Я не знаю, правда, что это такое. Ну ладно, не важно. И также есть факел желаний. О нем потом. Ну и плавитель. С помощью плавителя, я думаю... Наверное, все прекрасно. Реклама. Ладно, я думаю, с помощью... Я уже с помощью плавильни, я думаю, все прекрасно... Знаете, если видели ролики, вот. Вот таких чувачков можно делать. А теперь о факеле желаний. Вот я сделал три факела желаний. Их всего 10. Надо поставить. Ну, я три поставил. Их надо зажигать. Но не самому, а другому. Именно до другого. Представьте. Это ведь круто. Теперь зажигают факел. И повышается шанс на редких монстров. Да, здесь есть редкие, легендарные, эпические. Вот такие монстры. Как в Бролстарсе. Ладно, давайте дальше. Как раз таки давайте поговорим о редких эпических монстрах. На этом острове. Монстры. В ужас. Тавкер. Паралосон. Сахабуз. Гуджуп. Избалолист. Тирокс. Смычерок. Раковица. Маракостук. Очень редкий персонаж. Я вам отвечаю. Они на самом деле очень редкий персонаж. И с помощью факелов желаний только их можно вывести. Больше никак. Что ж, давайте следующее. Дальше. У нас квесты. Задания. Вы выполняете задания. Вам прибавляется опыт. Реликвии. Монетки. Еда. И кристаллы. И все вам просто вот. Собственно говоря, прибавляется. Что ж. Если я вам рассказал уже почти все. То давайте кое-что еще расскажу. Есть острова. Остров холода, например. На нем свои монстры. Ладно, сейчас кое-что соберу. И вот. Но. Есть остров, с которым вам придется поработать. Но его я оставлю на конец ролика. А, давайте дальше. Собственно говоря, давайте поговорим о редких, самых редких монстрах. Итак, думаете то, что это самое редкое? Угу, фигушка. Карабас. Да, Карабас. Вот такое простое имя у него. Карабас очень редок. И для него нужен уровень 20. Его стихия сверхъестественная. На острове растений есть обычный Карабас. И Карабас в форме домика на дереве. И если вы думаете, ну там, ну че, типа да. Да, ну прикольно, да. И думаете, если для него нужно всего лишь, там, ну монет 300 тысяч, там 500, миллион монет. Я вас огорчу. Он стоит 75 миллионов монет. Обычный. А вот этот скин на него стоит всего лишь один кристалл. Это не так много. 75 миллионов монет это дохрена и больше, да, я вам так скажу. Для активации Карабаса, да, поговорим сейчас о нем. В общем, вам нужны монстры. Вы думаете, а при чем тут связанность одного монстра и еще других? Сейчас я вам все расскажу. Вот, например, смотрите. Если мы скрестим вот двух монстров, получится один. Но с ним все по-другому. Итак. В общем, чтобы активировать Карабаса, нам сначала надо его здесь вырастить, поставить. И в него засовывать монстров. Да-да, ребята, это на самом деле очень плохо, потому что надо засовывать всех прям. Ну, не всех, конечно, но многих надо засунуть. И это очень сложно. Нет ли новичков? Раз поговорили о Карабасе, погнали, как зарабатывать его. Итак, как зарабатывать на Карабаса? Вам нужен остров Вуглин. Открывается он с 13 уровня. Итак. Во-первых, вот Вуглины, о них чуть пополни. Заходим в магазин. Монстры. И смотрите, все стоят 5000. Здесь есть Карабас. И он стоит тоже 5000 монет. Теперь вы понимаете, насколько это выгода? Продается он за 32 миллиона монет. Как и на земном острове. Это очень круто. И всего лишь два раза вам надо это сделать. Конечно, я понимаю, вам сюда надо монстров вложить. Но вы понимаете, насколько вы сократили. То есть вы, пожалуйста, даже если вы не хотите его заполнять, хотя это вам принесет чуть больше монет, то у вас два раза, если так делать, у вас уже накопится половина Карабаса. Вы понимаете, насколько это выгода? Ну, а теперь тогда поговорим о следующем. Вуглины. Это интересные монстры. Они наподобие Карабаса. Чтобы их активировать, сначала их надо купить и поставить. А потом в инвентарь им нужно загружать яйца монстров. Вот, например, для первого надо две лягашки и шесть зерномехов. Много, согласитесь, для зенита. Нужен пингван, ударничек, кангушка, осьмидуб, тирокс и усталоц. И тогда только он активируется. Это вот такие вуглины. А погнали дальше. Как зарабатывать монеты? Вы думаете, что, ну, типа донатить это все, остальное уже надо ждать. Фигушка вам. Ферма зенита. Зениты это вот эти вот существа. Каменные вуглины. Вот эти вот. Их называют зенитами. И они так называются. Это зенит. Если их расставить и активировать хотя бы штук шесть, они вам в день будут приносить по сто тысяч монет. Я так, в принципе, подумал. Если я сосчитал. И это, ну да, по тридцать, по сто. Ну, короче, там девяносто, восемьдесят тысяч монет. Самое минимальное это тридцать-сорок. Но вы подумайте. Вы в день на обычных монстрах даже не заработаете 24, ну, не заработаете сорок-ты тысяч. Конечно, заработаете. Но вам надо прокачивать всех до максимума. И да, можно их прокачивать до максимума. А с помощью фермы вуглинов. Вуглинов. Короче, просто ставить шесть вуглинов, активировать их. Вам сорок тысяч монет в день. Эээ, ши... да, нет. Это сто кристаллов в день. Тридцать семь тысяч еды в день. Эээ, шестьсот... нет. Эээ... Шестьдесят семь осколков. Это тоже очень интересная валюта. И вы просто посмотрите, как вы становитесь богатыми. Да даже с одним зенитом по... Три тысячи... нет, ну, не три, а по девять тысяч монет в день. По... по четыре или по десять кристаллов в день. И по... Трем осколкам... нет, ну, по трём осколкам в день. Ребята, я вам скажу, лучше покупайте эту ферму. А, еды по двадцать тысяч. Ну, по десять. И вы понимаете, насколько вы с вами обогатитесь? И не нужны никакие донаты. Просто ферма вугли. Ладно, давайте. Заканчивается ролик. Но перед этим покажу кое-что. Наконец-то... Возьму музыку. Слушайте и прощаюсь. С вами я. Всем желаю добра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok